биржа это плохое место для психов их здесь разувают и сейчас вы это увидите в роли психа выступаю я и так здравствуйте друзья здесь демитков юрий но вы видите что у меня тут шарфик я немного болею и сейчас я хочу рассказать что произошло 2 февраля накануне экспирации это была среда накануне я немного потерял посмотрите что произошло накануне ну начиная с середины января индекс ртс начал падать очень быстро потом попытался восстановиться снова упал попытался восстановиться и кажется он начал отскакивать и вот здесь я это было где-то вот 27 января посмотрите и вот сюда вот смотрим на нижний график то есть это индикатор williams percent range он показывает что если пересекает вот эту вот горизонтальную верхнюю линию вниз то в общем сказать это может служить но неким сигналом для продажи и я решил что индекс пойдет вниз и я начинаю заряжать я начинаю заряжать на продажу вот 28 где-то 30 31 января я заряжаю на продажу потому что посмотрите вот он ну должен он пойти вниз и я заряжаю на продажу индекс ртс то есть я строю опционную стратегию которая настроена на падение индекса причем он должен упасть вот буквально сюда до 130 но мне было достаточно ну хотя бы до 130 вот давайте посмотрим то есть я построил так сейчас вы это увидите сейчас вы это увидите я построил так что ну там достаточно что вот он вот сюда вот хотя бы упадет до 140 даже двух там до 141 и я буду в прибыли посмотрите что я пишу 2 февраля в своем чате в telegram вот сейчас я рискую не по-детски это 2 февраля посмотрите 1740 посмотрите 3 февраля будет экспирация то есть это вот уже все завтра экспирация завтра все случится и и если до завтра не упадет то в общем посмотрите что будет ну короче говоря вот текущая дельта минус 11 то есть у меня продано как бы 11 опционов ртс это при том что у меня денег на счете 112 тысяч текущая сумма посмотрите и если индекс упадет до вот видите сто сорок два пятьсот сто сорок два пятьсот то на момент экспирации если будет сто сорок два пятьсот то у меня будет аж больше чем сто пятьдесят тысяч понимаете рискую не по-детски то есть рискую совсем то смотрите вот он вертикально мой депозит уходит вверх вот такой вот риск и что я еще хочу сказать что произошло в этот момент но где-то 30 нет тридцать первого числа у нас заболел сын там горло сопли и так далее значит его отправили с учебы домой и соответственно он поделился этим с нами сначала заболела моя жена похоже что это микрон вот и ну как-то жену заколбасила достаточно сильно она вот здесь прямо лежала рядом и просто ну и вот второго числа конкретно она просто лежала трупом не могла шевелиться первого второго числа значит ну просто очень сильно болела голова там но температура не было 38 где-то вот и и собственно говоря вот так и 2 февраля я пока еще чувствовал нормально 2 февраля с утра я пошел в лес прошел свои законные пять километров по лесу но все-таки я уже чувствовал два дня что у меня так побаливает горло и в общем к вечеру 2 февраля мне становится немного хуже во первых во вторых смотрите индекс но не падает и я бы сказал я бы сказал что вот сейчас я закрою я бы сказал что он здесь вот даже направляется куда-то вверх вынимаете вот средняя линия по бойлинджеру направлена вверх то есть но не внушает оптимизма причем резко вверх на индекс редко взлетает обычно он резко падает вниз и вот но представьте себе такую ситуацию у меня значит тоже ухудшается самочувствие там температура но еще не поднимается но в общем сказать голова начинает болеть я смотрю на этот индекс думать будет блин ну когда что ты упадешь скотина вот а еще раз давайте вернемся сюда же вот если он если он не упадет то у меня извините минус то есть при текущем положении минус 100 тысяч а если он вырастет до сто сорок семь пятьсот тут всего-то шажочек небольшой да тогда у меня будет из на этом экспирация произойдет тогда у меня будет где-то минус сто пятьдесят понимаете то есть если он упадет то у меня плюс сто пятьдесят с лишним если он не упадет минус сто пятьдесят тысяч и у меня вот это вот все значит понимаете жена лежит тоже все очень очень плохо и в конце концов где-то вот я начинаю посмотрите вот я показываю что у меня будет сто шестьдесят шесть тысяч если он упадет сюда то есть я сам себя накачиваю вот он ну иди 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 родной вниз он не идет и вот этот вот второй график смотрите где 1740 1742 и следующий следующий следующее мое сообщение через два часа два часа спустя ну тут вот индекс он я смотрю вот он идет вниз все я думаю ну все шикарно он идет вниз и что происходит дальше а дальше он передумал идти вниз и говорит нифига я не пойду вниз вот она 2 февраля ближе к завершению что я делаю смотрите я вот ну нервы не выдерживает индекс пошел вниз там денег прибавилось дельта стала ниже ну на самом деле денег уже плюс 13000 посмотрите предыдущий кадр минус 3 500 здесь плюс 13 ну совершенно сказать как бы вот он вот прибавился вот он все да вот но тем не менее если он начнет расти то минус 150 тысяч то есть это вот только-только начало нужно еще вот сколько пройти и дельта и дельта уже минус 14 все заряжено до предела а самочувствие ухудшается что у меня дальше а дальше у меня следующее а а дальше у меня следующее дальше смотрите индекс вот здесь вот дергается вверх дергается вверх и я понимаю что риск огромный что у меня денег на счете там всего 140 тысяч вернее там сколько там сейчас давайте посмотрим еще раз сколько денег на счете 120 тысяч и у меня если будет минус 150 понятно что я теряю все если он пойдет вверх но если и значит он упадет то я в шоколаде и в общем нервы мои не выдерживают следующее мое сообщение не хочет ртс валиться фиксирую убытки я пытаюсь закрыть вот эту эти позиции надо сказать что закрыть позиции в опционах достаточно нелегко это достаточно сложная процедура и трудоемкая там сказать по чуть-чуть их продаешь тут покупаешь продаешь покупаешь тоже все не так просто потому что не так просто построить такую жуткую стратегию не так просто ее закрыть я ее закрывал ну буквально там до закрытия биржи пытался зафиксировать убытки далеко не все сделал и и в общем сказать состояние моё становилось все хуже депрессняк какой-то наступил не в общем в общем все было очень и очень плохо и в чате вот пишет ну вот как только зафиксирую убытки тогда и обычно как обычно он и польется что в общем и случилось 3 февраля значит вот я пишу в десять часов ртс папиру вниз и я сильно изменил позиции а я сильно изменил позиции перед сном в результате получу сильно меньше давайте посмотрим что произошло на следующий день посмотрите он упал третьего числа до 142 тысяч давайте напоминаю что у меня было бы если бы он упал до 142 500 вот 142 500 голубенькая линия смотрим было бы у меня 140 тысяч он упал до 140 тысяч было был 150 тысяч где-то вы представляете да но нервы нервы не выдержали я конечно там пытался что-то сделать конечно пытался что-то сделать и закрыл ну здесь на 148 тысяч на счете плюс 28 тысяч за день на самом деле там на две тысячи больше немножечко было соответственно я закрыл то есть 150 тысяч рублей то есть я заработал 30 тысяч вместо 150 вот такое дело я хотел показать что на бирже эмоции играют ну наверное первостепенную роль и здесь надо абстрагироваться всего этого денег не надо к ним привязываться только это ключ к успеху потому что вот вы видите мне сейчас то в общем сказать плохо сейчас я строю уже новую новую стратегию жду отскок от 140 тысяч вверх и набираю позицию но сейчас самое так сказать начало цикла между экспирациями и поэтому значит у меня посмотрите вот такая позиция сейчас на 135 тысяч я купил опционы пут вы видите 12 штук на текущий момент уже у меня продано 16 штук опционов путь 130 то есть если он вырастет вот сюда то я заработаю то есть как бы ну это только начало позиции на самом деле здесь ничего не заработаю на самом деле потому что эта позиция будет меняться сейчас вы увидите что она меняется и я купил опционный кол на стопе со страйком 150 тысяч потому что но я решили я считаю что он все-таки вырастет почему но политическая ситуация в общем-то сказать как бы улучшается не то что улучшается понятно что в ближайшее время войны не будет точно потому что но путин встречается я смотрю значит сначала с орбаном потом встречается с фернандесом это президент бразилии орбан президент премьер-министр венгрии и с кадыровым он сказать вечером встречается ну как бы он сказал что дурамзан ты чё делаешь что вообще позоришь меня перед всем миром потому что там депутат госдумы обещает там отрезать голову кому-то и так далее но как-то уже совсем неприлично то есть ну как бы представьте если бы навальный пообещал отрезать голову путину то есть он моментальный экстремист и все ну кадырову это можно конечно же обещать или там да не кадыров это был извиняюсь рамзан вот а кто-то сказать депутат другой потом все силовики ну как бы все это сходит с рук понятно но здесь уже путин встречается с кадыровым и явно ситуация пойдет немножечко ослабляться во-первых во вторых путин летит пекин и соответственно но в этот момент естественно тоже ничего не произойдет поэтому я считаю что будет отскок отскок будет где-то ну до 150 вполне себе может быть и может быть и выше почему выше потому что нефть растет и и сейчас есть ну там какие-то дипломатические вещи там байден блинкин лавров с кем-то встречается интенсивно вроде американцы прессуют украину очень сильно для того чтобы они начали наконец выполнять минские соглашения ну и что-то может быть сдвинется поэтому я в принципе немного оптимистичен да к тому же сейчас идет сезон отчетов в америке но если целый ряд фирм показывает как крупных компаний показывает прибыль но вот вчера например фейсбук показал в общем сказать что у него показатели ухудшились и соответственно фейсбук упал ну в смысле мета упала на 22 процента за день вот и вот еще один момент посмотрите вот это мои позиции по золоту я решил все таки купить еще опционы колл на золото смотрите внимательно сейчас что это за опционы это я купил три опциона колл со страйком 1810 и 7 опционов колл со страйком 1790 теперь следующий кадр смотрим смотрите вот она тысяча семьсот девяносто страйк и следующий страйк 1810 насколько я понимаю вот этот страйк то есть если уйдет вот выше и пойдет сюда то в общем золото это четырехчасовой график на золото экспирация здесь 16 марта то есть это долгий я ожидаю что в общем ближайшее время будет расти золото потому что все рынки но до марта должны где-то в районе сказать нам конец февраля там март на они должны где-то упасть поэтому люди начнут перекладываться в золото во первых вторых золото очень на хороших уровнях я решил вложиться в золото вот посмотрим что из этого выйдет но тут всего десять опционов колл куплено но при этом они прин принесут там достаточно хорошую прибыль вот и собственно говоря что у меня сейчас сейчас у меня следующая ситуация вот он индекс ртс четырехчасовой график смотрите он все-таки упал до 141 и смотрим сюда вот он график значит вильям сперс антрэйч я им на него ориентируясь вот он упал такие вот отсюда где-то надо было вот отсюда ну показывает вильям сперс антрэйч где-то надо было продавать что в общем я и пытался сделать вы видели вот но я пытался продавать еще вот отсюда понимаете и соответственно вот не дождался пока он пересечет конкретно ну вот он пересек он ждал неделю короче говоря этот индикатор для того чтобы конкретно пересечь но кто хочет больше заработать тот больше рискует и тот больше психует вот соответственно значит он упал и и и сейчас он уже совершенно четко пересек линию нижнюю вверх это сигнал к покупке и сейчас у меня вот такая стратегия построена я вы видите вот красная линия направлена вверх сейчас дельта у меня 3,56 но на текущий момент 7292 прибыли я тут немножечко спекульнул опционами колх ну когда он вот здесь вот сейчас покажу вот сегодня суд с утра он так немножечко здесь поколебался а потом рванул вверх но здесь я немножечко вот спекульнул опционами здесь 5-минутный график это график опционов кол на 145 тысяч буквально опционами спекульнул я купил их вот по 3050 3 тысячи 2990 и продал их продал их по 3130 3140 3120 в общем но здесь они свечой ушли вверх ну продал я их немножечко раньше это вот здесь они ушли свечой вверх на этом я заработал 2524 рубля я их зафиксировал то есть эти деньги уже никуда не денутся 2524 рубля зафиксированы что это значит а значит что вот это вот полочка поднялась у меня на 2524 рубля полочка и сейчас моя цель поднять вот эту полочку вверх если она поднимется выше нуля то значит соответственно я просто буду в безубытке но это достаточно сложно и в начале опционного цикла в начале цикла между экспирациями как раз самая большая цель это построить такую стратегию так чтобы но полочка была убыток как бы был небольшой ну вот так что я хочу сказать в качестве итога в качестве итога смотрите ну во первых психом на бирже не место если вы достаточно нервный человек я вам крайне не советую идти на бирже потому что нервы эмоции это отрицательные эмоции я вам скажу потому что отрицательные эмоции действует сильнее они загоняют нас просто в могилу в буквальном смысле этого слова потому что нервы ну есть такая поговорка что все болезни от нервов и поэтому у трейдеров в принципе у таких вот заядлых трейдеров их много это это очень интересно занятие но с другой стороны очень очень нервное поэтому трейдеров там начинают там язвы желудка там какие-то все семьи разваливаются и так далее и тому подобное то есть если вы интересуетесь конечно же трейдингом то будьте готовы вот ко всем вот этим прелестям ну либо значит надо научиться пофигизму потому что вот я например считаю себя пофигистом и в принципе ну во первых у меня здесь на бирже ну всего-то там сто с небольшим тысяч да там 120 130 там 150 данный момент на срочном рынке это небольшие деньги потому что основные деньги у меня конечно же не здесь и и на срочном рынке у меня всего 10 процентов от моего портфеля я слежу чтобы эта сумма не превышала 10 процентов от моего портфеля весь мой остальной портфель это акции облигации о которых я так много рассказываю но сегодня речь была не об этом поэтому друзья мои во первых оценивайте свои шансы во вторых не ведитесь вы видите что на бирже можно заработать плюс 150 тысяч за один день но также их можно и потерять тоже за один день поэтому это если вы к этому готовы ну будьте готовы и будьте готовы терять достаточно часто и со всеми вытекающими со всеми вытекающими то есть да здесь можно заработать можно заработать увидеть и 150 тысяч за один день я их мог заработать но упустил Вот. Подумайте, прежде чем этим заниматься. И не лучше ли купить облигации? Но если вы уже точно хотите что попробовать, по крайней мере, то я вам очень советую начать с чего? С изучения. То есть определять уровень входа, уровни выхода, что такое индикаторы. Ну, как минимум поставить и настроить биржевой терминал КВИК. Как минимум освоить опционы и фьючерсы, освоить срочный рынок, если вы хотите заняться трейдингом. И если вы не хотите потерять, то мой вам совет. Купите курс обучающий. Ну, вот мой, например, биржа для чайников и опционы. В бирже для чайников я рассказываю о том, как ставить стоп заявки. Это обязательно на срочном рынке. Как ставить заявки и вообще все-все-все про настройку терминала КВИК и так далее. Вот. И там есть стратегии выигрышные на срочном рынке, как раз на фьючерсах. Демонстрируется при помощи заявок обычных и стоп-заявок. В основном там стоп-заявки, конечно же, о которых я просто очень-очень подробно рассказываю. Вот во всех деталях. Никто вам так не расскажет про индикаторы и про стоп-заявки, как я. Это, ну, уже проверено. Я просто пока не видел, кто это объясняет лучше. Ну, а опционы – это, конечно, срочный рынок. Срочный рынок – это мой курс по опционам, потому что в курсе биржи для чайников я немного рассказал про… вернее, я рассказал очень много про индикаторы. Я очень много рассказал про стратегии трейдинга, но крайне мало рассказал все-таки о срочном рынке, потому что срочный рынок – это развитие этого дела, и там все намного сложнее. То есть курс по опционам достаточно сложный, сразу могу сказать. Он достаточно сложный для понимания. И вообще, понятие опционов – вы очень мало найдете людей, которые в этом разбираются, которые могут это объяснить, тем более опционы, потому что, ну, это просто очень сложно. Биржевые опционы, стратегии опционные и так далее. Я сейчас этим занимаюсь просто, мне это интересно, чисто как математику, чисто как, ну, вот, специалисту по математике. Я в этом понимаю, и я об этом рассказал. Ну, то есть вот эти вот все опционные стратегии, которые вы видите, это как раз именно оттуда. Люди, которые, ну, занимаются на курсах, вы видите, что мы общаемся в чате, в телеграм, то есть здесь вопросы задают люди, если что-то непонятно. Мы делимся своими стратегиями, мы делимся своими успехами, которые очень часто тоже есть. Ну, вот, как бы, такая история. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Лайк, подписка. До встречи.